Наркомания получила пугающее распространение по всему миру. Она внедряется во все слои общества, поражает людей вне зависимости от пола или возраста. Далее поговорим о том, как помочь человеку, попавшему в наркозависимость. На территории Новосибирской области официально зарегистрированных больных наркомании около 8 тысяч. Еще около 3 тысяч человек употребляют наркотики от случая к случаю. Это данные статистики, которые не отражают объективность ситуации. Реальное число потребителей может исчисляться десятками тысяч. Наркомания, алкоголизм прогрессируют. И касаемо зависимостей, их очень много зависимостей. Мы знаем сегодня интернет-зависимость, нарко-алко-зависимость от психоактивных веществ. Это все набирает обороты. Человек – существо социальное. Мы все зависим от изменений окружающего мира. Нас захватывает все новое. Некоторых захватывает настолько, что это становится практически полной заменой реальности. Это относится к интернет-зависимости. Интернет-зависимость, мультимедийная зависимость, они, если сравнивать с химической зависимостью, вот симптоматика, поведение, да, даже патологический процесс, он одинаковый. Одинаковый, на одном уровне идет. Проблема в том, что изменение головного мозга, да, вот еще раз, вот этот биохимический процесс, это вот все идет на одном уровне, если сравнивать с употреблением психоактивных веществ. Но причина, проблема в том, что, что такое интернет-зависимость? Родители заняты, родители работают, и родителям удобно, когда ребенок, тот же ребенок, ему сунул планшет, если это подросток, также он сидит в компьютере, там, в интернете, он дома, он ведет себя тихо, ну, там, до определенного какого-то момента, и это всех устраивает, это не считают за проблемой. А затем начинается симптоматика, да, вот симптомы созависимого поведения. Какие симптомы созависимого поведения? В первую очередь можно отметить то, что все, что связано с внезапностью, вот с внезапностью, внезапно может измениться его настроение. Причем это, это даже не как-то постепенно, это будет происходить внезапно. Это касаемо, еще раз, если брать там, психоактивные вещества, алкоголь, наркотики, это касаемо интернет-зависимости. Вот был такой ребенок, был послушный, внезапно стал непослушный. Внезапно изменяется аппетит у человека, у ребенка, да, либо человек много кушает, либо он мало кушает, либо он совсем перестает. И все это будет связано с внезапностью. Внезапно изменится его сон, он начнет плохо спать. Вот это все симптомы зависимого поведения человека. Ни один зависимый человек не считает себя зависимым. Он не осознает той трясины, в которую попал. Поэтому перед родственниками и близкими людьми стоит сложная задача – помочь попавшему в беду. Как правило, родители, они начинают своими силами, своими средствами как-то заниматься, ну, с таким самолечением, самовнушением, разговорами. Это все не помогает, да. Потому что, если брать, допустим, ну, вот первая стадия, первая стадия наркомании, то действительно можно привести такой пример, как я вот уже говорила, что это как вот человек садится, вот гора такая, человек садится на сане, и он просто едет с этой горы. Возможно этого человека остановить, когда он с горы на санях летит? Нет. То есть вот это попробовать, вот это захватывает все. А вторая стадия уже человек, он уже не сочувствует, он уже, ну, касаемо близких, да, близкого окружения, он уже даже на стадии безразличия. У него цель – это приобрести наркотик, там наркотик, психоактивное, да, какое-то вещество. Поэтому вот здесь родителям, родителям необходимо, конечно, знать эти симптомы зависимого поведения и делать этот первый шаг, обратившись к специалисту, прийти на консультацию. Потому что все равно такое, знаете, понимание срабатывает, что нужно взять ребенка, ну, там, притащить его, там, привезти или поговорить, или привезти к врачу или к специалисту. Нет, здесь, в этом случае, для того, чтобы сделать первый шаг, необходимо самому родителю, без ребенка, самому родителю обратиться к специалисту. Это вот будет действительно первый шаг. Наибольшее число употребляющих наркотические вещества относится к возрастной категории 20-39 лет. А начинается все с интереса – компании друзей. В особой зоне риска – старшеклассники и студенты. Но бывает и такое, что впервые наркотик был попробован гораздо раньше. Лучше проводить, там, когда первичная профилактика, или когда она вторичная, когда уже мы подходим к реабилитации, когда уже зависимость, как правило, она 15 лет. Задаешь вопрос, со скольки лет начал употреблять, ну, психоактивное вещество. Это 10 лет, это 8 лет. Родители даже об этом не знают. То есть эта болезнь зародилась вот в таком возрасте. И дальше эту болезнь, по сути, она развивалась, ее не лечили. Но это возраст, как правило, вот такой. Ну, это вот возраст, когда уже 30 лет на вторичной они уже находятся профилактике, на реабилитации. А если сейчас брать подростков, да, то есть это все значительно, вот, всеми способами. Конечно, здесь нужна профилактика, здесь нужны знания, здесь нужно обратиться к специалистам, родителям. Чем быстрее они обратятся, да, тем это будет лучше, чем эта болезнь будет затягиваться. Вопреки расхожему мнению, специалисты утверждают, легких наркотиков не существует. Они все наносят урон организму. Есть среди них и такие, которые вызывают стойкое привыкание уже после единичного употребления. Ну, наркотик, есть наркотик, нету вообще, нету легких наркотиков и нету тяжелых, да. То, что называют легкими наркотиками, это то, что, ну, начинает развитие, даже если кто как легкие наркотики, которые называют. Это все приобретает, ну, разгон такой, дает разгон к дальнейшему. Ну, это, а, конечно, наркотики, они там с различными названиями появляются. Да, то есть способ приема поменялся, способ приема, если там инъекции, да, там были, то сейчас это в основном, это курят, это дышат, то есть даже, ну, не надо никаких инъекций. Но те наркотики, синтетические наркотики, которые сегодня, на сегодняшний день употребляют, они легко доступны, они по цене, во-первых, более доступны, да, там, чем опийные наркотики, к примеру. Они действительно, как их взять, более легко доступны. И, но опасность, она действительно, знаете, то есть сразу идет реакция вообще на головной мозг идет. И реакция у организма, она может быть разная. Потому что ситуации один там, допустим, парень попробовал, ну, его в кому в больницу увезли, ну, подросток, да, то есть впечатлило его это. Полгода он после этого, как, отошел, все, слава Богу, он не употреблял. Но потом он пошел опять это употреблять, уже, причем, целенаправленно. То есть они вызывают, они вызывают очень сильную зависимость сразу же после первого приема, да. И они очень тяжело выводятся из организма, именно вот эти синтетические наркотики, которые на сегодняшний день употребляют. Вот. И почему и необходимо родителям, если появились какие-то симптомы вот этого созависимого. Во-первых, родители могут не знать этой симптоматики, да, почему тоже очень важно знать симптомы этого поведения, да, зависимого. И вот сделать этот первый шаг, обратиться к специалисту. Это к психологу, это к консультанту, это к наркологу. То есть ему в первую очередь обратиться, ну, за консультационной помощью. Они получат, то есть это понимание, знание, да, и также они получат рекомендации, как себя вести, да. Как, что делать, когда вы видите даже уже из ряда вон выходящее поведение своего ребенка, своего близкого родственника, да. То есть, потому что даже вот когда уже на пике случаются, ну, какое-то неадекватное поведение ребенка, родители не знают себя, как, ну, это может быть и страх, это может быть и паника, это может все нехорошо закончиться, да, то есть они не знают, как себя вести. Здесь можно тоже получить необходимые рекомендации, как себя вести, что делать в этот момент. Наркозависимому человеку со своей проблемой редко удается справиться самостоятельно, хотя бы потому, что нет осознания проблемы. Помочь ему могут только близкие люди. Если все, человек, он в проблеме, он, ну, он употребляет там, родители это узнают, что он употребляет наркотики, там, ну, даже он узнает, что это за наркотики, что это делать. Конечно, человеку нужна, ну, реабилитация, реабилитация. Что это такое реабилитация? Вообще, вот, реабилитация, это необходимое условие для начала выздоровления, да, реабилитация, это вот то надлежащее место, где, вот, да, это вот человеку создается такой вакуум, потому что сам по себе, знаете, он уже не может обладать над собой, да, он, его воля захвачена, он не может справиться с собой, он не может принимать никаких решений, то есть, вот, ну, то есть, вот так сейчас действуют. Вот эти наркотики. И когда он попадает на реабилитацию, это такая, еще раз говорю, надлежащая обстановка, где он восстанавливается, ну, не употребляя никаких психоактивных веществ, да, это то место, где запускаются вот эти все механизмы, механизмы на уровне духа, души и тела, рычаги, да, которые были утрачены. То есть, знаете, мотивация происходит для того, чтобы человек, вот, в дальнейшем сам мог управлять своей жизнью. Ну, остановиться, знаете, как остановка, да, прежде всего реабилитация, да, это остановка, остановка, потому что когда он попадает в этот круговорот, он не может выйти из этого круга. И вот на реабилитации, в первую очередь, происходит остановка, да, остановка. Затем наступает момент понимания, осознания, что происходило, что происходит. То есть, когда человек в этой проблеме, знаете, его в настоящем нету, его здесь и сейчас нету. Он либо в прошлом, либо он даже может быть в будущем, но здесь и сейчас его нет. И вот в надлежащей такой обстановке он понимает, а что произошло здесь и сейчас, что произошло с моей жизнью, когда это произошло, и именно что сейчас происходит. Потому что, как правило, да что это, какое-то недоразумение, что это я вот, что это я в больнице там или где-то на реабилитации. А потом, то есть, осознания ещё нету. И вот происходит это осознание здесь и сейчас, что происходит в моей жизни, почему, да, почему мне, вот почему я сейчас на реабилитации. Ага, всё-таки проблема. А может быть, он ещё не считает это проблемой. Ну, то есть, вот такое осознание. И знаете, вот считается реабилитация, реабилитация состоялась, если человек встаёт на этот путь, на этот путь исцеления. Исцеление. Какой путь? Это проблема, которая касается, это смена социума. Это полностью перемена, ещё раз, на уровне духа, души и тела, да. Да, обязательно в этой проблеме придётся менять социум, да, потому что, как правило, если мы возвращаемся к тому же, к тем же друзьям, к тем же привычкам, да, то есть, это смена многих привычек. Вот такая вот реабилитация, это надлежащее место, где переформировываются привычки, они сформировываются новые, вытесняются старые, да. То есть, вот такой серьёзный процесс должен пройти человек. И, ну, знаете, всякие мифы вот эти бывших наркоманов не бывают, это определённые мифы, которые в общество закинуты, да. Возможно человеку восстановиться, исцелиться, ну, это серьёзный путь, это не просто, вот как, знаете, как вот привыкли какую-то пилюлю съесть, да. Нет, это процесс, это вообще, это всё, что будет дальше касаться всей оставшейся его жизни.